Здравствуйте, мои дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я буду читать для вас книгу о Гарри Поттере, о Гарри Поттер и философский камень, первую главу этой книги. Я надеюсь, что вам понравится первая глава на русском языке. Are you ready? Let's get started! Готовы? Давайте начнём! Гарри Поттер и философский камень. Посвящается Джессике, которая любит сказки, и Энн, которая тоже их любит, а ещё Ди, которая первая услышала эту историю. Глава первая. Мальчик, который остался жив. Мистер и миссис Дурсли из дома номер 4 по Берючинной улице гордились тем, что они, спасибо преогромное, люди абсолютно нормальные. Трудно было вообразить, что они окажутся замешаны в делах необычных или загадочных. Они не признавали всякой там чепухи. Мистер Дурсли работал директором фирмы Грунингс, которая выпускала свёрла. Он был большой, грузный мужчина, почти без шеи, зато невероятно усатый. Миссис Дурсли, тощая блондинка, обладала шеей удвоенной длины и очень кстати, ибо эта леди часто и подолгу шпионила через забор за соседями. У Дурслиев имелся сынок по имени Дудли. И по мнению родителей, на свете ещё не рождался ребёнок прекраснее. У Дурслиев было всё, чего можно пожелать, но не только. Ещё они хранили страшную тайну и смертельно боялись, как бы кто-нибудь её не раскрыл. Они были, наверное, не пережили, если бы кто-то узнал про Поттеров. Миссис Поттер доводилась миссис Дурсли родной сестрой, но они много лет не общались. И, правду говоря, миссис Дурсли помалкивала о сестричке, словно той и нет вовсе. Ведь что она, что её никчёмный муженёк, это же просто уму непостижимо. Читу Дурслиев в дрожь бросала при мысли о том, что скажут соседи, объявивись Поттера на их улице. Дурслиев знали, что у Поттера тоже есть сын, но никогда его не видели. Из-за сына от Поттера следовало держаться ещё дальше. Не хватало, чтобы Дурслиев водился с такими детьми. Когда мистер и миссис Дурсли проснулись скучным и серым утром во вторник, с которого и начинается наша история, ничто в пасмурном небе за окном не предвещало грядущих загадок и тайн. Мистер Дурсли гудил что-то себе под нос, выбирая на работу галстук поскушнее. А миссис Дурсли весело сплетничала, запихивая орущего дудли в высокий детский стульчик. Никто не заметил большой серой совы, пролетевшей за окном. В половине девятого мистер Дурсли взял портфель, клюнул миссис Дурсли в щёку и попытался клюнуть на прощание и сына, но промахнулся, ибо тот раскандалился и вовсю расшвыривал овсянку по стенам. «Лапуля моя!» – курлыкнул мистер Дурсли и шагнул за порог. Он сел в машину и задним ходом выронил на Беречинную улицу. «Нечто странное он впервые заметил на перекрёстке. Там кошка изучала карту. Он сначала даже не понял, что это было, но потом резко обернулся. На углу Беречинной улицы действительно стояла полосатая кошка, но без карты. Прибредится же! Наверное, игра света!» Мистер Дурсли моргнул и воззрился на кошку. Кошка воззрилась на него. Он уже выехал на главную дорогу, но следил за кошкой в зеркальце заднего вида. Та читала на указателе название улицы, то есть нет, она смотрела на указатель. Кошки не умеют читать ни картой, ни указателя. Мистер Дурсли встряхнулся и решительно выкинул кошку из головы. И всю дорогу до города думал единственно о крупном заказе, на свёрла, который рассчитывал нынче получить. Однако на подъезде к городу кое-что заставило мистера Дурсли позабыть и о свёрлах. Стоя в ежедневной утренней пробке, он поневоле заметил, что кругом полно странно одетых людей, люди в мантиях. Мистер Дурсли терпеть не мог вызывающие одежды, чего только на себя не напяливает нынешняя молодёжь. Видно, мантия последний писк какой-то кретинской моды. Он забарабанил пальцами по рулю, и взгляд его случайно остановился на кучке машины, наконец, проехали. И через пару минут мистер Дурсли весь в мыслях о свёрлах подкатил к стоянке Грунингса. В своём кабинете на девятом этаже мистер Дурсли всегда сидел спиной к окну. Иначе тем утром ему было бы труднее сосредоточиться на работе. Он не видел, как мимо его окна одна за другой проносятся совы. Зато прохожие на улице видели. Они раскрывали рты и тыкали вверх пальцами. Подумать, средь бела дня почти никому ночью-то этих птиц видеть не доводилось. Рабочее утро мистера Дурсли между тем шло своим чередом. Бессовно. Он наорал на пятерых подчинённых, сделал несколько важных телефонных звонков, поорал ещё, а в обед, крайне довольный собой, решил выйти на улицу размяться и заодно купить булочку. Он и не вспомнил про людей в мантиях, если бы возле булочной не наткнулся на новое сборище. Проходя мимо, мистер Дурсли гневно зыркнул на идиотов. Они его почему-то нервировали. Компания, как и та утренняя, о чём-то возбуждённо шепталась. И, кстати, жестяна для пожертвований мистер Дурсли у них не приметил. На обратном пути, сжимая в руке пакет с большим пончиком, он случайно услышал обрывки их разговора. — Поттеры, всё верно, именно так я и слышал. — Да-да, их сын Гарри. Мистер Дурсли замер. Его обуял страх. Он оглянулся и хотел было что-то сказать, но передумал. Он помчался назад в контору, добежал до кабинета, рявкнул секретарше — не беспокоить! И почти уже набрал свой домашний номер, но вдруг остановился. Положил трубку, задумчиво погладил усы. — Нет, это глупо. Поттер — не такая уж редкая фамилия. Наверняка существует масса людей по фамилии Поттер. У которых есть сын Гарри. Да, и если на то пошло, он не уверен, что племянника зовут Гарри. Он ни разу даже не видел мальчишку. Может, тот Гарретт или Гарольд. К чему зря тревожить миссис Дурсли? Чуть вспомнишь о её сестре, бедняжка всегда расстраивается. Оно и понятно. Если бы у него была такая сестра. Но всё равно эти мантии... После обеда о свёрлах думалось плохо. И, покидая контору в пять, взволнованный мистер Дурсли едва не сбил с ног прохожего. Извиняюсь, — буркнул он, не глядя на крохотного человечка, который споткнулся и чуть не упал. Мистер Дурсли не сразу осознал, что человечек одет в фиолетовую мантию. При этом, чудом избежав падения, недомерок нисколько не огорчился. Напротив, весь просиял и воскликнул до того, скрипуче, что на него обернулись прохожие. «Не извиняйтесь, не извиняйтесь, дорогой сэр, ибо сегодня ничто не омрачит моего счастья. Возрадуйтесь, сами знаете, кто, наконец, сгинул. Сегодня даже у вас, муглов, должен быть великий, великий праздник!» Старичок приобнял мистера Дурсли за талию и унёсся прочь. Мистер Дурсли прирос к асфальту. Его только что обнял совершенно незнакомый человек. И ещё его, кажется, обозвали муглом, что бы это ни означало. Мистер Дурсли в изрядном замешательстве поспешил к машине. И скорее поехал домой, очень надеясь, что у него попросту разыгралось воображение. Никогда ещё он не надеялся на подобное раньше, ибо не одобрял воображение как такового. Подъезжая к дому, он сразу увидел, и настроение его не улучшилось, давешнюю полосатую кошку. Та сидела на ограде у его собственного дома. Наверняка также та же самая, точно те же отметины вокруг глаз. «Брысь!» – громко сказал мистер Дурсли. Кошка не шелохнулась, лишь строго на него посмотрела. «Это что, нормально для кошки?» – нервно подумал мистер Дурсли. Но постарался взять себя в руки и вошёл в дом. Он был твёрдо настоен не впутывать в это дело жену. Миссис Дурсли провела день совершенно нормально. За ужином она подробнейше рассказала мистеру Дурслию о непослушной дочери миссис по соседству и о том, что Дудли освоил новое выражение «не хочу». Мистер Дурсли старался вести себя, как обычно. Когда Дурсли наконец водворились в постель, мистер Дурсли отправился в гостиную к телевизору, как раз под конец выпуска новостей, и услышал. И последнее. Наблюдатели со всех концов страны сообщают, что сегодня совы вели себя весьма необычно. Эти птицы охотятся по ночам и практически никогда не выходят при дневном свете. Однако сегодня были отмечены сотни случаев их появления. С самого рассвета совы так и сновали вокруг. Эксперты пока не находят разумного объяснения, отчего это совам вдруг вздумалось стать жаворонками. Диктор позволил себе улыбнуться. Крайне загадочно. Ну а сейчас Джим Макгаффин с прогнозом погоды. Что будет у нас вечером совопады, Джим? Об этом Тед ответил метеоролог. Мне ничего не известно. Однако сегодня не одни только совы вели себя неестественно. Телезрители Кента, Йоркшира, Данди отовсюду целый день звонили и сообщали, что вместо ливня, который я обещал вчера, у них прошел метеоритный дождь. Похоже, народ уже начал праздновать ночь Гая Фокса. Рановато, друзья, она лишь на следующей неделе. Но, кстати, сегодня ночью дождь, я гарантирую. Мистер Дурсли так и застыл в кресле. Метеоритные дожди по всей Британии, совы средь бела дня, странные люди в мантиях и еще этот шепоток, шепоток про Поттеров. Миссис Дурсли вошла в гостиную с двумя чашками чая. Нет, так не годится. Надо ей рассказать. Он прокашлялся. Питунья, дорогая, к слову, про сестру твою ничего не слышно? Как он и ожидал, миссис Дурсли разволновалась и рассердилась. Ведь у них было принято делать вид, что никакой сестры не существует. Нет, резко ответила она. А что? Да тут всякую ерунду передают в новостях, промямлил мистер Дурсли. Совы, метеоритный дождь, а еще в городе полно чудных людей. И что? Перебила миссис Дурсли. Ну, я подумал, вдруг это как-то связано с... Ну, ты понимаешь, с ее гоп-компанией. Миссис Дурсли, поджав губы, тянула из чашки чай. Мистер Дурсли колебался, говорить или нет, что сегодня на улице он слышал имя Поттеров. Нет, пожалуй, он не осмелится. И он спросил как можно равнодушнее. А их сын, он ведь по возрасту примерно как наш Дудли? Вроде бы, процедила миссис Дурсли. А как там его Говард? Гарри. Отвратное, простонародное имя. Да, да, сказал мистер Дурсли. У него прямо-таки оборвалось сердце. Абсолютно с тобой согласен. Больше он ничего не сказал. И супруги отправились спать. Пока миссис Дурсли умывалась, мистер Дурсли на цыпочках подкрался к окну и выглянул в сад. Кошка по-прежнему сидела на ограде. Она внимательно смотрела на береченную улицу и словно чего-то ждала. Все-таки у него разыгралось воображение. Неужели это связано с поттерами? А если так? Если выплыло, что Дурсли в расцвес... Нет, такого он просто не вынесет. Супруги легли спать в постель. Миссис Дурсли уснула немедленно. А мистер Дурсли лежал и думал. Думал. Впрочем, перед отходом ко сну одна мысль его успокоила. Даже если поттеры и причастны к происходящему, он и миссис Дурсли здесь ни при чем. Поттерам прекрасно известно, что он и петуния их не жалуют. Не хватало еще вляпаться в какую-нибудь историю. Если есть куда вляпываться, конечно. Он зевнул и перевернулся на бок. Они тут совершенно ни при чем. Как же он ошибался? Мистер Дурсли погружался в беспокойный сон. А кошка на садовой ограде даже не зевнула ни разу. Она сидела неподвижно, как статуя, и неотрывно следила за дальним въездом на Берючинную улицу. Кошка не шелохнулась, ни когда на соседней улице хлопнула дверца машины, ни когда мимо пролетели две совы. Впервые кошка пошевелилась лишь около полуночи. На углу, за которым она наблюдала, появился человек так неожиданно, будто выскочил из-под земли. Кошка повела хвостом и сузила глаза. Подобного человека Берючинная улица еще не видывала. Он был высок, худ и очень стар. Судя по серебристым волосам и бороде до того длинным, что хоть затыкай за пояс, одет он был в длинную мантию и не спадавший до земли пурпурный плащ, а обут в башмыки с пряжками и на высоких каблуках. Голубые глаза ярко искрились под очками со стеклами полумесяцами, а длинный нос был до того крючковат, будто его минимум дважды ломали. Звали этого человека Альбус Думбельдор. Он, по всей видимости, не осознавал, что все в нем от имени до башмаков неприемлемо для обитателей Берючинной улицы. Он озабоченно рылся в складках плаща и что-то искал, но все же почувствовал, что за ним наблюдают и неожиданно вскинул взгляд на кошку, по-прежнему пристально смотревшую в сторону другого конца улицы. Непонятно, почему кошка позабавила его. Думбельдор хмыкнул и пробормотал. И как это я не догадался? Он нашел во внутреннем кармане то, что искал, нечто вроде серебряной зажигалки. Открыл, поднял, щелкнул. Ближайший уличный фонарь, тихо чпокнув, потух. Думбельдор снова щелкнул, и следующий фонарь, поморгав, погас. Двенадцать раз щелкал мракер, и, наконец, по всей улице осталось лишь два далеких огонька, кошкины глаза светившиеся в темноте. Никто, даже остоглазая миссис Дурс, улыбался женщине довольно строгого вида, в квадратных очках той же формы, что и отметины вокруг кошкиных глаз. Женщина тоже в плаще, но изумрудном, и с черными волосами, стянутыми на затылке в тугой пучок, была явно на взводе. «Как вы догадались, что это я?» спросила она. «Моя дорогая, я ни разу не видел, чтобы настоящие кошки так каменели. Окаменеешь за целый день на холоде, на холодном кирпиче, – ворчливо отозвалась профессор Магонагал. «За целый день, вместо того, чтобы праздновать, по дороге сюда я видел по меньшей мере десяток пиршеств». Профессор Магонагал недовольно фыркнула. «О, конечно, все празднуют!» – бросила она недовольно. «Казалось бы, надо поосторожней! Так нет, даже муглы что-то заметили! Это было у них в новостях!» Она кивнула на дом Дурслив и темное окно гостиной. «Я слышала!» «Стая сов!» «Метеоритный дождь!» «А что вы хотите?» «Они же не дураки!» «Не могли не заметить!» «Метеоритный дождь в Кенте!» «Голову даю на отсечение!» «Это фокусы Дедала Дигла!» Никогда не отличался здравым смыслом. «Ну-ну, не сердитесь!» «Мягко укорил Думбельдор!» «За последние одиннадцать лет нам до обидного редко приходилось радоваться!» «Знаю!» «Раздраженно ответила профессор Макгонагалл!» «Но это не повод терять голову!» «Все развеселились, как дети, разгуливаются из белой дня по улицам, даже не потрудившись одеться, как муглый, и шушукается о таких вещах!» Она пронзительно посмотрела на Думбельдора, словно надеялась что-то от него услышать. Но он молчал, и она продолжала. «Очень было бы интересно!» «Сами знаете, кто сгинул!» «И тут как раз муглый узнают о нас!» «Он ведь и правда сгинул, да?» «Очень на то похоже!» «Ответил Думбельдор!» «Так что у нас есть повод!» «Хотите лимончик?» «Что?» «Лимончик!» «Это такая мугловая карамелька! Мне они очень нравятся!» «Нет, спасибо!» Произнесла профессор Макгонагалл неодобытельно. «Да карамелек ли!» «Так вот, хотя сами знаете, кто сгинул!» «Моя дорогая!» «Вы же разумный человек!» «И, конечно же, можете называть его по имени, а то сами знаете, кто!» «Глупости!» «Одиннадцать лет добиваюсь, чтобы его называли настоящим именем!» «Вальдеморт!» Профессор Макгонагалл вздрогнула, но Думбельдор как раз отлеплял одну карамельку от другой и ничего не заметил. «Все только запутывается от этого, сами знаете, кто!» «Не понимаю, почему все боятся произносить имя Вальдеморта!» «Вы-то не понимаете!» «Сказала профессор Макгонагалл с досадой и восхищением!» «Да только вы, не все!» «Известно ведь, что сами знаете, но хорошо, что Вальдеморт вас одного боится!» «Вы мне льстите!» «Спокойно ответил Думбельдор!» «Вальдеморт умеет такое, до чего мне никогда!» «Ничего вы никогда не опуститесь!» «Хорошо, что сейчас темно!» «Я так не краснел с тех пор, как мадам Пумфри похвалила мои новые меховые наушники!» Профессор Макгонагалл пронзила Думбельдора острым взглядом. «Совы – ерунда!» «Пусть себе носятся!» «Но вот слухи!» «Слышали, о чем все говорят?» «Почему он сгинул?» «И что его в конце концов остановило?» «Было видно, что именно это волнует ее больше всего!» «Из-за этого она целый день просидела на холодной каменной ограде!» «Ни в обличии кошки, ни после она еще не смотрела на Думбельдора так пристально!» «Что бы ни говорили все, она ничему не поверит, пока этого не подтвердит Думбельдор!» «Тот, между тем, выбирал новую карамельку и не ответил!» «Говорят, – не сдавалось профессор Магонагал, что прошлой ночью Валендемор объявился в Годриковой лощине!» «Пришел за Поттерами!» «И по слухам – Лили и Джеймс Поттеры!» «Лили и Джеймс Поттеры погибли!» Думбельдор склонил голову. Профессор Магонагал охнула. «Лили и Джеймс, не могу поверить! Не хотела верить! Как же так, Альбус?» Думбельдор похлопал ее по плечу. «Ну-ну, ничего!» – мрачно произнес он. Профессор Магонагал продолжала, и ее голос дрожал. «Это еще не все. Говорят, он пытался убить сына Поттеров, Гарри, но не смог. Не сумел убить маленького мальчика. Никто не знает, как и почему, но, говорят, когда ему не удалось убить Гарри, он вдруг словно бы потерял силу и исчез». Думбельдор хмуро кивнул. «Это правда?» – профессор Магонагал даже запнулась. «После всего, что он сделал, стольких погубил, не сумел убить ребенка. Поразительно! Что бы именно это его остановило? Ну как? Во имя неба Гарри выжил!» «Остается только гадать», – отозвался Думбельдор. «Может, никогда и не узнаем». Профессор Магонагал достала кружевной платочек и промокнула глаза под очками. Думбельдор громко шмыгнул носом, вытащил из кармана золотые часы и сверился с ними. «То были очень странные часы, двенадцать стрелок и никаких цифр на циферблате. Вместо цифр по кругу двигались маленькие планеты». Тем не менее, Думбельдору они, видимо, говорили о многом, потому что вскоре он убрал часы в карман и промолвил. «Огрид запаздывает. Это ведь он вам сказал, что я буду здесь?» «Да», – ответила профессор Магонагал. «И я думаю, вы вряд ли объясните, почему именно здесь». «Я собираюсь отдать Гарри, его дяде и тете. Других родственников у него не осталось». «Что людям из этого дома?» – вскричала профессор Магонагал, вскакивая с ограды и тыча пальцем в дом номер четыре. «Думбельдор, как же можно? Я наблюдала за ними весь день. Они – полная наша противоположность. А их сын, видели бы вы, как он орал и пинал мать ногами на улице, конфеты требовал, и чтобы Гарри Поттер жил с ними, здесь ему будет лучше всего», – твердо сказал Думбельдор. «Его дядя и тетя все ему объяснят, когда он немного подрастет. Я написал им письмо». «Письмо?» – слабым голосом переспросила профессор Магонагал, вновь опускаясь на ограду. «Думбельдор, вы и правда полагаете, что все это можно растолковать в письме? Таким людям его никогда не понять. Он будет знаменит, станет легендой. Не удивлюсь, если в будущем сегодняшний день назовут днем Гарри Поттера, о нем напишут книги. Его имя будет известно каждому ребенку». «Именно!» – Думбельдор серьезно поглядел на нее поверх очков. «И это любому вскружит голову. А еще ходить не умеешь, а уже знаменитость. Причем из-за того, о чем сам не помнишь. Разве вы не понимаете, насколько лучше, если он вырастет вдали от шумихи и узнает правду, лишь когда сможет сам во всем разобраться?» Профессор Макгонагал хотела возразить, но передумала. Сглотнув, она сказала. «Да-да, конечно, вы правы. Но как мальчик попадет сюда?» Она подозрительно оглядела плащ Думбельдора. «Не скрывается ли в складках ребенок? Огрид привезет». «Полагаете, это разумно доверять столь важное дело Огриду?» «А вы доверили ему свою жизнь?» «Я бы доверил ему свою жизнь», – ответил Думбельдор. «Нет, он, конечно, человек добрый, хороший», – неохотно пояснила профессор Макгонагал. «Но согласитесь, уж очень безалаберный. И его всегда так и тянет. Это еще что такое?» Низкий рокот взорвал тишину улицы. Думбельдор и профессор Макгонагал зазирались, не понимая, откуда он приближался, и ожидая увидеть свет фар. Скоро рокот сделался оглушителем. Они поднялись, подняли голову к небу, и прямо оттуда, на дорогу, свалился огромный мотоцикл. Мотоцикл был огромен, но казался крошечным под своим седоком, человеком раза в два выше и, по крайней мере, раз в пять толще обычного. Он был как-то непозволительно громаден и казался диким. Кустистые черные лохмы и косматая борода, под которыми почти не видно лица, лапища размером с крышу мусорного бака, ноги в кожаных сапогах, похожие на дельфинят подростков, в громадных мускулистых руках гигант держал сверток из одеял. «Огрид!» – с облегчением сказал Думбельдор. «Наконец-то! Где ты взял мотоцикл?» «Позаимствовал!» – профессор Думбельдор. «Сэр!» – ответил гигант, осторожно слезая с седла. «У юного Сириуса Блэка!» «По дороге никаких неприятностей?» «Нет, сэр!» Дом раздолбало, но мальца удалось вытащить, пока муглы не понабежали. Он уснул над Бристолем. Думбельдор и профессор МакГонагал склонились над свертком. Внутри еле-еле видимый спал младенец. Под угольно-черной челкой на лбу виднелся порез необычной формы, совсем как зигзаг молнии. «Значит, сюда!» – прошептала профессор МакГонагал. «Да!» – отозвался Думбельдор. «Шрам останется на всю жизнь!» «А нельзя что-нибудь делать с этим?» – Думбельдор. «Даже если бы и можно, я бы не стал. Шрамы бывают полезны. У меня, например, шрам над левым коленом. В точности схема лондонской подземки. Что же, давай ребенка сюда, Огрид. Дело есть дело!» Думбельдор взял Гарри на руки и повернулся к дому Турслиев. «А можно, можно с ним попрощаться, сэр?» – попросил Огрид. Он склонил большую лохматую голову над Гарри и поцеловал малыша. Поцелуй, вероятно, был очень колкий. После этого Огрид вдруг завыл раненым псом. «Ш-ш-ш!» – зашипела профессор Магонагал. «Разбудишь муглов!» «И-И-И извиняюсь!» – схлипнул Огрид. Он излег откуда-то огромный, крапчатый носовой платок и спрятал в нем физиономию. — Но я не могу! Лили с Джеймсом померли. А малыша Гарри отправляют к муглам. — Да, да, это очень грустно. Но ты уж возьми себя в руки, Огрид. — Никто нас заметит, — зашептала профессор Магонагол, осторожно, похлопывая Огрид по руке. — Думбольдор, между тем, перешагнул в низенькую садовую ограду и направился к двери. Аккуратно положил Гарри на порог, достал из-под плаща письмо, сунул его в одеяльце и вернулся к своим. С минуту все молча глядели на крошечный сверток. Плечи Огрида встряхивали профессор Магонагол. — Профессор Думбольдор, сэр. Утирая ручьи слез в рукавом куртке, Огрид оседлал мотоцикл и пнул стартер. Машина с ревом возвелась в воздух и скрылась в ночи. — Надеюсь, скоро увидимся, — профессор Магонагол, — кивнул Думбольдор. В ответ профессор Магонагол высморкалась в платочек. Думбольдор развернулся и пошел прочь по улице. На иглу он остановился и вытащил серебристый мракер. Щелкнув всего раз, и двенадцать световых шаров мгновенно вкатились в уличные фонари. Вся берючинная улица вдруг засветилась оранжевым, и стало видно, как вдали за угол скользнула полосатая кошка. На пороге дома номер четыре едва виднелся маленький сверток. — Удачи тебе, Гарри! — пробормотал Думбольдор. Развернулся на каблуках, шелестнув плащом, и исчез. Легкий ветерок шевелил аккуратно подстриженные кустики берючинной улицы, тихой и опрятной под чернильным небесами. Где угодно, только не здесь, можно было ждать догадочных и удивительных дел. Гарри Поттер в одеяле повернулся на другой бок, но не проснулся. В пальчиках он сжимал письмо и спал крепко, не подозревая, что он особенный, что он знаменитый, не ведая, что через несколько часов ему предстоит проснуться от вопли миссис Турси, который выйдет на крыльцо с бутылками для молочника, и что следующие несколько недель его будет беспрерывно пихать и щипать двоюродный братец Дудли. Он не знал, что в это самое время люди по всей стране, собравшись на тайные празднества, поднимают бокалы и приглушенно восклицают за Гарри Поттера, за мальчика, который остался жив. Спасибо за внимание и до свидания.